Тренировка груди Набор мышечной массы грудных мышц с профессиональной точки зрения это довольно простой процесс. Есть мышцы, на развитием которых приходится действительно серьезно попотеть. Массивная, широкая, отлично проработанная грудь уже не дар богов. И не прихоть природы. Это высокие технологии современного спорта, основанные на научных исследованиях. Чтобы накачать грудь и превратить ее из отстающей группы мышц в предмет своей гордости, необходимо лишь тренировать ее по тем же правилам, что и профессиональные бодибилдеры. Совет номер один. Начинать тренировку груди сверху. Классический жим штанги лежа на горизонтальном скамье это действительно базовое упражнение. И в арсенале новичка, недавно пришедшего в тренажерный зал, оно стоит в комплекте тренировки грудных на почетном первом месте. Но профессионалы используют его по прямому назначению редко, ибо львиная доля нагрузки во время выполнения этого упражнения уходит вниз к груди. А вот другие участки грудных мышц в работу почти не включаются. Поэтому у большинства любителей низ к груди переразвитый, а верх, наоборот, сильно отстает. Естественно, мечтать о победе на соревнованиях с такой мышечной композицией грудных может только наивный. Комплекс тренировки груди у профессионалов начинается с проработки верхнего сегмента и занимает иногда больше половины занятия. Упражнения на грудь, выполняемые вверх головой в комплексе выступающих атлетов, очень часто стоят на первом месте. Вывод. Проработка верха – это приоритетная задача построения мощных и по-настоящему красивых грудных мышц. Ее решению профессиональные бодибилдеры посвящают большую часть тренировки грудных. Совет номер два. Использовать для тренировки груди гантели вместо штанги. Времена, когда масса решала, уходит в прошлое. Иметь просто огромную, но сырую грудь уже недостаточно. Симметрия, баланс и пропорции – вот что теперь оценивают в первую очередь судьи на соревнованиях. Грудь нужно не только накачать, но и растянуть ее при этом по ширине. Выступающие бодибилдеры это прекрасно осознают, поэтому в большинстве упражнений на грудь используют не штангу, а гантели. Жимы гантели не менее эффективны для набора массы, чем упражнения со штангой, но траектория движения уже не ограничена грифом, что дает возможность растягивать грудь сильнее, придавая ей идеальную форму. У жимов с гантелями есть еще одно преимущество – большая вариативность. Это дает возможность качать грудь под разными углами, заставляя мышцы отвлекаться на новый вид нагрузки, увеличением мышечной массы и улучшением формы. Упражнением с гантелями могут стать жимы в свободно-весовых тренажерах, но в любом случае главная идея таких упражнений на грудь – увеличение траектории движения. Вывод. Жимы с гантелями способствуют набору массы груди, не хуже упражнений со штангой, при этом заметно улучшают форму грудных мышц. В комплексе упражнений профи-бодибилдеров упражнением с гантелями отводится главенствующая роль. Метод идентификации тренировки груди самым стойким стереотипом бодибилдинга является утверждение, что для набора массы лучше подходит низкоповторный тренинг с небольшим от 6 до 8 количеством повторений в подходе. Для кого-то этот вид нагрузки идеален, но далеко не для всех, особенно если учесть, что для стабильного прироста массы нужен постоянный рост рабочих весов. А чем больше вес штанги или гантелей, тем выше вероятность получения травмы. Атлеты, которые сделали бодибилдинг своей профессии, прекрасно это понимают, поэтому трактуют понятие прогрессии нагрузки. В тренировке грудных не столь прямолинейно, ибо знают, что любая травма может поставить крест на их дальнейшей профессиональной карьере. Достаточно вспомнить Дорина Яйца, адепта отказного тренинга с максимальными весами. Помимо шести побед на Олимпе, он запомнился тем, что умудрился порвать бицепс связку квадрицепса и слегка надорвать трицепс. По этой причине многие звезды бодибилдинга используют различные методы интенсификации тренировочного процесса. Так, чтобы тренировать грудь, предельно тяжело, сводя к минимуму при этом риск возникновения травмы. Суперсеты, трисеты, дропсеты, частичные повторения и другие методы высокоинтенсивного тренинга прочно обосновались в арсенале профессиональных атлетов. Правильность выбранного ими пути подтверждается и научными изысканиями, как определили канадские ученые. Наибольшее количество мышечных волокон включается в работу лишь после 30 секунд выполнения подхода. Это говорит о том, что выполнение упражнений на грудь с диапазоном повторения от 12 до 15 не менее эффективно, но более безопасно для набора массы, чем работа с большим весом и меньшим количеством повторов. Этот факт лег в основу разработанной Ханни Рэмбаном программы тренировки на массу под названием FST7, которую называют чемпионской. И это не просто громкий титул. Эту программу тренировки грудных использовали Джей Катлер, Фил Хит и Стив Кукла. А сегодня по ней тренируется Джереми Буэндиа, уже пятикратный мистер Олимпия в категории Мэнс Физик. Вывод. Утверждение, что лишь базовые упражнения с небольшим количеством повторений способствуют росту мышц. Это стереотип. Большинство профессионалов исповедуют принципы высокообъемного тренинга грудных мышц, что совершенно не мешает им набирать мышечную массу ударными темпами. Совет номер четыре. Избегать привыкания мышц к груди к нагрузке. Многоповторный тренинг это хорошо и безопасно, но мышцы со временем привыкают даже к нему и перестают реагировать. Чтобы этого избежать, профессиональные бодибилдеры практикуют схему периодизации нагрузок, состоящий из чередования низкообъемного и высокообъемного стиля выполнения упражнений на грудь. Алгоритм чередования может быть различным через тренировку, через неделю и даже через месяц. Главное – обрывать программу тренировки груди на пике эффективности, не дожидаясь наступления застоя в результатах. Споры о том, какой тип нагрузки более эффективен для набора массы груди или другой мышечной группы, не имеют смысла. Рост мышц возможен при любом стиле выполнения упражнений, но чтобы набор массы из процесса случайного сделать стабильным и подконтрольным, вид нагрузки на мышцы в тренировке грудных необходимо менять с определенной периодичностью. Вывод. Смена диапазона повторений в упражнениях на грудь позволяет избежать привыкания и делает набор массы более предсказуемым. Совет номер пять. Применять односторонний тренинг груди. Это еще один камень в огород упражнения со штангой. Многие звезды бодибилдингов в комплекс тренировки груди включают упражнения, выполняемые в унилитарной, а досторонней манере. Такая модификация дает возможность прорабатывать левую и правую часть тела отдельно, ибо у всех людей какая-то часть сильнее и, как следствие, массивнее. А это через какое-то время создает весьма заметные проблемы с симметричностью развития мышечных групп. Но выступающих атлетов это не устраивает, поэтому они часто выполняют привычные упражнения сначала одной, а потом и другой рукой. Односторонние вариации упражнений на грудь имеют еще одно неоспоримое преимущество. Унилатеральное выполнение исключает из работы мышц и стабилизаторов тела, что позволяет больше нагрузки отправить прямиком в рабочую мышцу. Ярким поклонником такого тренировочного приема является нестареющий Тони Фримен. Он регулярно использует односторонний тренинг при выполнении большинства упражнений на грудь. Это позволило ему стать обладателем феноменальных грудных мышц и войти в элиту современного бодибилдинга. Однорукий стиль выполнения можно использовать в работе с свободным отягощением, жим гантелей, в силовых тренажерах, в кроссовере и даже в тренажере Смита. Вывод. Односторонний тренинг грудных мышц – это прекрасная возможность шокировать мышцы груди, акцентрированной нагрузкой и одновременно уравнять в развитии обе стороны вашего тела. Внимание развития середины груди, помимо верхогрудных мышц, ревнующиеся атлеты уделяют пристальное внимание еще одному участку груди – середине. Те, кто стоит на сцене, знают, что проработанная середина грудных добавляет мышцам визуального объема, разделяя их на две мощные половины. Поэтому упражнения на грудь, направленные на развитие этого небольшого, но крайне важного отдела, всегда занимают в тренировочном комплексе профессионала почетное второе место. Мышцы середины груди в обычной жизни принимают очень малое участие и благодаря этому откликаются на целенаправленную нагрузку очень охотно. Всего от одного до двух упражнений, выполняемые после основного комплекса тренировки груди на массу, дадут возможность раскачать середину груди довольно быстро. Различный вариант сведения рук в кроссовере, в тренажере бабочек, жим, свента – вот и все специализированные упражнения для этого отдела. Но, несмотря на всю свою простоту, тренировка этого мышечного отдела должна проходить с предельной ментальной концентрацией. Мышцы середины груди включаются в работу на очень небольшом промежутке траектории, поэтому задержка рук перед грудью в точке пикового сокращения – это главное условие построения мощного и проработанного серединного отдела. Вывод – средний отдел грудных мышц маленький, но крайне важный участок, добавляющий к груди мощи и объема. Поэтому любая тренировка грудных должна включать упражнения для серединного отдела в обязательном порядке. Теперь, когда вы узнали главные правила тренировки грудных профессиональными бодибилдерами, осталось лишь ввести правки в свой комплекс упражнений на грудь и отправиться на тренировку в тренажерный зал. Да пребудет с вами сила и масса! Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok